Сегодня второй урок по коде. По-хорошему их нужно тоже как минимум три, как и по Notion, но будем сокращать. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. По добавлению контента тут все схоже с Notion, но есть одна существенная разница в логике отображения информации. Вот я восстановил примерно главную страницу с общей информацией и содержанием. Можно добавить новую страницу, скажем, правило пользования базой. Сюда добавим пункты в виде маркированного списка. Блоки добавляются либо плюсом, либо нажатием слэш на клавиатуре. Блоков очень много, можно воспользоваться поиском, набирая название по-английски. Какую-то страницу можно закреплять вверху. Логично закрепить стартовую. И переходим к концепции рубрик. В Notion большую часть контента логично размещать в виде таблиц. Здесь таблицы также играют основную роль, но не стану создавать таблицу заново. Вот я тут поигрался, уже создал таблицу, просто скопируем ее. Кстати, вы можете перемещать страницы и таким вот образом между рабочими пространствами. Не копипастом, но я уже сделаю все заново. Итак, нам вот сюда нужно вставить таблицу. Ну и добавим какой-нибудь текст, чтобы страница была похожа собственно на страницу. Он достаточно хорошо подрезает форматирование. Видите, даже YouTube вставил, но не идеально. Блочная система во всей красе, то есть копируем, вставляем, форматируем все, что хотим. Таблицы здесь создается так же, как и в Notion в целом, и так же, как и в Notion разворачиваются но. На этом собственно все. Вы можете посмотреть другие графы таблицы, добавлять комментарии, больше полей нет. Как было в Notion. Там каждая строка таблицы это отдельная страница. Кроме информации из ячеек вы могли добавлять туда все, что угодно и форматировать как угодно. Ну то есть таблица была в некотором смысле вспомогательным инструментом, чтобы вытащить из нее строку, которая превращалась в страницу. В коде информация из таблицы представлена вот в таком виде. Не то чтобы некрасиво, но не очень красиво. И это нужно учитывать и большую часть нетехнической информации представлять в виде страниц. И все-таки таблицы и здесь конечно играют огромную роль и есть весьма полезная по сравнению с Notion функция представления таблицы. По таблицам достаточно много настроек. Вот так вы скрываете или показываете какие-то графы. Но показать я хотел другое. Копируем таблицу. Ctrl-C. Вставляем таблицу. Ctrl-V. А вот он тут что-то пишет про то, что вы вставили один View. Не будем пока заострять внимание на этой плашке, а посмотрим на таблицу. Вставленная копия таблицы — это не просто таблица, это именно представление родительской таблицы. То есть если мы тут настроим фильтр и выберем все незапущенные рубрики, то вроде как пока связь не ясна, ну выбрал он все незапущенные и что. А то, что если в родительской таблице мы что-нибудь сделаем, например добавим еще один скринкаст незапущенный, то он отобразится у нас в этом представлении. То есть что мы имеем? Мы имеем единую базу данных, которые в зависимости от потребностей можем фильтровать и вставлять в виде представлений на разные страницы. Например, у нас есть список вообще всех документов и бланков заявлений, которые есть в организации. Мы можем, правильно расставив теги, подбирать разные таблицы под разные задачи. Скажем, страница для нового сотрудника — какая-то вводная информация плюс таблица со списком всех необходимых ему документов. Таблица не составляется заново, а выбирается из единой базы с помощью правильно настроенных фильтров. Единственное, саму базу, то есть родительскую таблицу, хорошо бы иметь на отдельной странице. То есть хорошо бы ее сразу там создавать, но здесь я ее скопирую. Создаем подстраницу. Далее Ctrl-C, Ctrl-V. Тут он пишет, что вы можете вставить ее не как в view представления, а как отдельную таблицу. Хорошо. Вставляем как отдельную. Опять Ctrl-C и уже ее как родительскую вставляем на все страницы нашей базы. Это удаляем. Он предупреждает, что тут есть связанные представления. Все равно удаляем и вставляем представление. Настраиваем фильтры в зависимости от потребностей. Тут у нас будут все запущенные. Тут все не запущенные. При этом новую информацию вставляем именно в родительскую таблицу, то есть работаем только с ней. А кода уже сама добавит ее во все места вашей базы в виде отфильтрованных данных. При этом, если вас не устраивает отображение в виде граф и таблицы, вы можете создать страницу, оформить ее и вставить в таблицу в виде ссылки. Тут, кстати, есть очень удобная функция Outline. Он выносит справа содержание статьи в соответствии с иерархии заголовков. Ну, классическое содержание, как в Google Docs. И если вы тут добавите какие-то объекты, например, таблицы, он тут это все также отобразит. Но зашли мы сюда не за этим, а за URL. Плохо, что его тут нет. Кстати, чтобы не было хаоса, создавайте здесь страницы и подстраницы. Ну, раз нет URL здесь, его можно взять в адресной строке. И вставляем в таблицу отдельной графой под названием URL. Только это надо преобразовать в линк. Ага, подхватил название в качестве якоря. Молодец. Все. Вот такая у нас теперь будет запись в таблице с переходом на нужную страницу. Таким образом вы можете систематизировать данные, устраивать внутреннюю перелинковку. Собственно, таким образом вы базу знаний и создаете. Не рассказал, я думаю, десятой части того, что есть в коде, но по ней, как и по Notion, нужен отдельный онлайн-курс и, может быть, со временем я его сделаю.